Горбуша в кефирном маринаде получается невероятно вкусной, сочной, ароматной. Это очень вкусное блюдо, которое приготовить не составит особого труда. Попробуйте, вы останетесь в восторге. Горбуша в кефирном маринаде, это самый простой и быстрый способ приготовления вкусной рыбы без каких-либо хлопот и трудностей. Готовится невероятно легко и всегда получается аппетитное, ароматное и привлекательное блюдо. Его вполне можно предложить для торжественного обеда или званого ужина. Блюдо замечательно смотрится на столе и никого не оставляет равнодушным. Делюсь рецептом, как приготовить горбушу в кефирном маринаде. Досматриваем ролик до конца и записываем ингредиенты. Подготовьте ингредиенты. Приготовьте маринад для рыбы, соедините кефир и соевый соус. Добавьте соль, специи для рыбы. У горбуши удалите голову и хвост, сделайте филе. Подписавшимся, больше вкусностей. Нарежьте порционными кусочками. Выложите горбушу в маринад. Хорошо перемешайте, чтобы все кусочки покрылись маринадом. Оставьте минимум на 10 минут, чтобы рыба замариновалась. Лук нарежьте полукольцами. Обжарьте на разогретой сковороде с добавлением небольшого количества масла. Помидоры нарежьте колечками. Лук обжаривайте до прозрачности. Кусок фольги сложите вдвое. Дно смажьте растительным маслом и положите кусок рыбы. Налейте на рыбу соус, в котором горбуша мариновалась. Сверху рыбы выложите часть обжаренного лука. Далее положите помидор. Сверху посыпьте сыром, натертым на мелкой терке. Заверните фольгу, сделайте кулечек. Заверните все кусочки рыбки, отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут. Вкусная и ароматная горбуша готова. Приятного аппетита! Кто не подпишется, останется без следующих вкусностей. Необходимые ингредиенты. Горбуша 1200 грамм. Кефир 300 мл. Сыр 100 грамм. Помидор 2 штуки. Лук репчатый 1 штука. Соевый соус 4 столовые ложки. Масло растительное 1 столовая ложка. Соль по вкусу. Специи по вкусу. Для рыбы количество порций. 3-6. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь. Пишите комментарии. Ставьте лайк или дизлайк. Надеюсь, было интересно. Приятного аппетита и следите за новыми публикациями. Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok